Песня «Пропала собака Аллы Лам» на музыку композитора Владимира Шаинского до сих пор трогает детские сердца, да и взрослые, чего уж греха таить. Многие запомнили ее исполнительницу Лену Могучеву. Она звонким девчачьим голоском рассказывала трогательную историю о своей собаке по имени Дружок. Лена Могучева родилась в простой советской семье из Москвы в 70-м году. В этот же год Виктор Попов создал большой детский хор. Спустя 6 лет маленькую Лену приведут за руку к Попову. Вот такое совпадение. Большим преимуществом Могучего перед другими детьми была ее открытость и непосредственность. Она не боялась людей, не боялась большого количества зрителей в зале. Благодаря этим качествам и своим вокальным данным Лена стала вокалисткой большого детского хора. В 79-м году девочка впервые исполнила песню «Пропала собака». Она вмиг становится детским хитом, а взрослые ее подпевают себе под нос, пока никто не видит. Большой детский хор имел большой успех не только в СССР, но и других странах. Лена Могучева с остальными ребятами много гастролировала, побеждала в песенных конкурсах. Она была гордостью своей семьи и школы. Как тут не задрать нос? Но Лена была совсем другой. Ее до сих пор вспоминают как доброго, скромного человека с большим сердцем. Несмотря на успехи в творческой деятельности, Могучева решила не продолжать вокальную карьеру после школы. Она успешно сдала экзамены и поступила на филологический факультет МГУ. Своим однокурсникам она не рассказывала, что она та самая Лена Могучева, солистка хора. После получения диплома девушка устроилась в престижную компанию Попсикола, а набравшись опыта, перешла в туристическое агентство. Времена были непростые, полуголодные девяностые, но Лена могла позволить себе заграничные поездки и покупку отдельной квартиры. Успешная в творчестве, Могучева добилась успеха и в карьере. Девушка решила получить еще одно образование, уже в Европе. Сдала вступительные экзамены, была уже мыслями там, в новой жизни. Но, мало кто знал, но у девушки с детства были проблемы с почками. В августе 99-го года она почувствовала боль в пояснице, но ничего предпринимать не стала, такое с ней уже случалось. Терпела она неделю, а потом обратилась в больницу. Оказалось, слишком поздно. Лене Могучевой было 29 лет. Ее звезда угасла слишком рано.